Доброго времени суток, друзья! Сегодня на канале Девайс топ игровых наушников, которые можно купить на Алиэкспресс. Я отобрал модели разной ценовой категории с проводным и беспроводным подключением. Уверен, что каждый зритель сможет найти для себя что-то полезное в этом видео, а кому-то наша подборка поможет определиться с выбором. Не забывайте, что в описании есть ссылки на все модели, а также промокод на скидку. Ну что ж, погнали! Список открывают наушники с коротким наименованием B12 от бренда PECAN. Это модель с гибридным типом подключения, которая может работать через Bluetooth и по проводному соединению через 3,5 мм миниджек. Батарея на 300 мАч дает возможность пользоваться устройством до 36 часов без подзарядки. Существует еще одна опция, которая будет очень удобна для пробежек или любых других спортивных активностей. Поддержка microSD-карт. Достаточно закинуть туда музыки и можно брать наушники с собой без телефона. Ну а для игр, само собой, лучше пользоваться проводным подключением для минимизации задержки. В дизайне устройства можно отметить светодиодные круги с подсветкой на внешней стороне чашек. На их торцевой части находятся кнопки регулировки громкости и изменения режима воспроизведения, а также разъем 3,5 мм, microUSB для зарядки и вход под microSD-карты. Оголовье регулируется по высоте и может складываться для удобства переноски девайса. А еще можно поворачивать чашки на угол до 30 градусов. Доступно две версии в белом и в черном цветах. Амбушюры небольшие из-за 40-мм динамиков. Утопить в них уши полностью вряд ли получится. Из-за этого долго в наушниках не проходишь. Выносного микрофона нет, но есть внутренний, его вполне достаточно для звонков или для переговоров с друзьями по дискорду во время игровых сессий. А пока я не перешел к следующей модели, вы можете подписаться на канал и нажать на колокольчик. Два этих простых действия очень помогут в продвижении видоса сквозь алгоритмы ютуба. Ну а вы будете всегда в курсе выхода новых роликов. ТОП продолжает модель H2002D от Heavit. Полноразмерные наушники с большими 53-мм динамиками, которые полностью покрывают уши. В чашках используются амбушюры с наполнителем Memory Foam, запоминающие форму. Производитель обещает, что наушники будут обеспечивать комфортное ношение даже на протяжении длительных игровых сессий. Основной материал кожзам. В конструкции предусмотрен подключаемый микрофон с гибкой регулировкой и чувствительностью в 42 дБ. Качество записи на довольно высоком уровне. Есть съемный фильтр. Сами наушники подключаются только через 3,5-мм миниджек по 2-метровому кабелю в эластичной оплетке. На нем же располагается механическое колесо регулировки громкости. По дизайну отметить особо нечем. Стандартная конструкция с массивным оголовьем из софт-тач пластика. Переход к чашкам сделан из металла. Высота оголовья регулируется в небольшом диапазоне. В целом за свою стоимость это одни из лучших наушников с микрофоном, доступные на просторах Алиэкспресс. А что вы думаете об этой модели? Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях под видео. Самсон SR850 еще одна популярная модель, только теперь уже полуоткрытого типа. А это значит, что окружающие будут частично слышать то, что вы слушаете. Амбушюры сделаны из вельветового материала, что в значительной степени улучшает комфорт использования. Полностью от запотевания ушей это не спасает, но провести в них можно гораздо большее время, чем в наушниках с кожзамовым материалом. Кстати, если амбушюры износятся, то заменить их не составит никакого труда. Существует и версия с чашками из эко-кожи. Ее сложнее найти на Алиэкспресс, так как она пользуется меньшей популярностью. По звучанию никаких претензий нет, кроме редких жалоб от юзеров на слишком яркие высокие частоты, но это можно отрегулировать в эквалайзере. В комплекте с наушниками есть переходник на 6,35 мм джек, что добавляет девайс универсальности. Длина кабеля 2,5 метра, микрофон отсутствует. Несмотря на удобные амбушюры, оголовье спустя 2-3 часа использования может начать давить на голову, но это сугубо индивидуально. Кто-то вполне может проходить с этим устройством и 5-6 часов. Весят наушники 276 грамм. Кстати, хочу напомнить вам про наш телеграм, там ежедневно выходят новые обзоры и топы на компьютерную тематику и не только. Ссылка есть в описании, переходите и обязательно подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Redragon сравнительно известный бренд, который можно найти и на локальных маркетплейсах. Но зачастую их продукция на Алиэкспресс обходится значительно дешевле. Для подборки я взял одну из самых часто покупаемых моделей H510 ZEVS-X. Это яркая геймерская гарнитура с проводным типом подключения и симпатичным дизайном. Внутренняя часть оголовья отделана красным тканевым материалом. Остальная конструкция сделана в черных тонах. Амбушюры также выполнены из мягкой ткани и проблем с запотеванием ушей практически нет. На внешней стороне чашек есть RGB-подсветка, работающая в динамическом и статическом режимах. Наушники подключаются только через USB Type-A, что несколько ограничивает простор их использования. К эргономике и удобству вопросов нет. Устройство отлично подходит для длительных игровых сессий. Закрытая конструкция создает неплохую шумоизоляцию. Да и качество звучания при прослушивании музыки как минимум соответствует ценовой категории девайса. В конструкции предусмотрен выносной неотсоединяемый микрофон. Отключить его можно только программно с помощью кнопки, которая находится на кабеле вместе с регулировкой громкости. Более гибкую настройку наушников можно сделать с помощью фирменного ПО. Если вас заинтересовало это или любые другие модели из топа, заглядывайте в описание, там есть ссылки на все наушники. Следующая модель AmpliGame H6 от бренда Fifine. Может показаться, что это совершенно неизвестная компания, но только не на Алиэкспресс. Там у нее огромная база поклонников. Компания специализируется на наушниках и микрофонах, огромное количество продаж и положительных отзывов говорят сами за себя. В дизайне можно заметить небольшое сходство с H510 Zeus X от Redragon, но это только на первый взгляд. У модели от Fifine, несмотря на меньший размер динамиков, более удобные чашки с большим пространством для ушей внутри. Спасибо тонким амбушюрам. Вместо ткани здесь в основном используется кожзам. В жаркое время года это может мешать комфортному времяпрепровождению в играх. Еще здесь есть неотключаемая подсветка чашек, но кроме этих минусов ругать наушники особо и не за что. Микрофон здесь съемный, а качество записи позволяет ему тягаться даже со студийными устройствами. Подключение наушников вновь доступно только по USB. Есть возможность включить виртуальное семья одноканальное звучание через пульт на кабеле, но по факту этим мало кто будет пользоваться, так как качество звука становится едва ли не хуже. Трудно было оставить без внимания компанию Logite, ведь ее продукция тоже успешно продается на Модель G435 Lightspeed – это беспроводные наушники с минималистичным дизайном, особенно если выбирать черную расцветку. Амбушюры сделаны с применением материала Memory Foam и дышащей ткани для повышения комфорта во время длительного использования. На оголовье используется похожий материал, остальные части устройства выполнены из переработанного пластика. Lightspeed в названии символизирует фирменную беспроводную технологию Logitech. В комплекте идет специальный ресивер для работы через радиоканал, также возможно подключение по Bluetooth. Заряда батареи хватит примерно на 18 часов. Микрофон встроен в одну из чашек, разъем для зарядки USB Type-C. Отмечу, очень легкий вес наушников – всего 165 грамм. Ношение девайса даже в течение всего светового дня не вызывает дискомфорта. Напоследок мы оставили одну из самых интересных и навороченных моделей. Это Soundcore Live Q30 от молодого, но уже известного бренда Anker. Они представляют собой гибридные полноразмерные наушники со строгим и лаконичным дизайном. Таким образом их можно подключать как по проводу через 3,5 мм миниджек, так и через Bluetooth и даже через NFC. Особый акцент производитель делает на шумоподавлении. В конструкции предусмотрены специальные микрофоны, которые улавливают шум и отфильтровывают низкочастотные звуки. Это будет полезно не только при гейминге, но и при обычном прослушивании музыки в городских условиях. Доступно три режима активного шумоподавления – на улице, в помещении и в транспорте. При активации любого из них будет слегка снижено общее время автономной работы. В обычном режиме наушники проживут до 60 часов без подзарядки, а с активированным шумодавом до 40 часов. При этом зарядка в течение пяти минут даст еще 4 дополнительных часа автономности. Что ж, пора заканчивать. Напоминаю, что в описании есть ссылки на все модели и промокод на скидку. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видосов. Напишите в комментах, какие наушники вам понравились больше всего. Ну а я с вами ненадолго прощаюсь. Всем пока!